В Москве число зараженных коронавирусом выросло на 1959, общее число почти 34 тысячи. Столичный городской фонд ОМС будет оплачивать лечение пациентов с коронавирусом только если они были госпитализированы на скорой помощи. Об этом сообщает журнал здравоохранения Вадимеку. Приехавших не на скорой, лечить бесплатно не будут. По данным издания, на одного заболевшего система ОМС тратит 200 тысяч рублей. Пациенты ОРВИ, которым не оказывают достаточную помощь, могут сообщить на горячую линию о нарушениях алгоритма лечения. Телефон на ваших экранах сейчас. Как заявила заммэр Анастасия Ракова, все случаи ОРВИ рассматриваются как подозрение на вирус. И врачи должны брать у пациентов анализ на COVID-19. Уже неделю в городе действует пропускной режим. Накануне на дорогах Москвы власти выявили 230 тысяч автомобилистов без спецпропусков. Что касается общественного транспорта, со вчерашнего дня проверка перешла полностью в автоматический режим. Однако не все смогли попасть в метро. Как пояснили в департаменте транспорта, 2500 человек не привязали тройку к цифровому пропуску. У многих вообще не было пропуска. На втором месте по числу заболевших в Подмосковье за сутки заболели 688 человек. Всего инфицированных более 7 тысяч. Вспышка коронавируса в Люберецкой областной больнице заразились 60 медиков. Сотрудники пожаловались в правоохранительные органы на работу руководства. По их словам, в больнице отсутствовали бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха. Пациенты с симптомами COVID-19 лежали в отделении вплоть до получения положительного теста и не приводились на специальные койки. Также медики пожаловались на нехватку защитных средств. Больничный корпус закрыли на полную дезинфекцию. Всего в России за сутки заболели 4774 человек. Общее число инфицированных свыше 62 тысяч. Выздоровели почти 5 тысяч. Умерли за сутки 42 пациента. За весь период скончались 555 человек. Новую экспериментальную методику лечения COVID-19 разработали ученые Института скорой помощи Склифосовского. Применяют гели. Он показал эффективность лечения острых легочных заболеваний. Может предотвратить кислородное голодание. Франция приближается к Испании по количеству умерших от коронавируса. В стране от COVID-19 скончались более 21 тысячи человек. По числу заболевших Франция на четвертом месте ослабить карантин там планируют после 11 мая. В Германии режим самоизоляции уже снимают. Спустя 4 недели карантина в Берлине открылись в магазины. Иногда перед ними собираются очереди, но это из-за соблюдения социальной дистанции. Некоторые немцы считают снимать карантин пока рано. На мой взгляд, магазины открыли поспешно. С другой стороны, торговые сети зависят от покупателей. Без нас они бы разорились. Важно соблюдать социальную дистанцию. Когда откроются большие универмаги, сохранять дистанцию будет просто невозможно. Они не приспособлены для этого. Тогда все карантинные меры будут напрасны. Соблюдать социальную дистанцию необходимо вплоть до создания действенной вакцины. Об этом заявил ведущий медицинский консультант правительства Великобритании. Он считает, что часть карантинных мер придется продлить и на следующий календарный год. Страна на самоизоляцию уже пятую неделю. 9 апреля в стране зафиксировали рекордную смертность 980 человек. С тех пор ежедневно в стране умирает от 400 до 900. В Боливии не хватает светозащиты. Медработники вышли на митинги в городе Эль-Альто. В стране общественный карантин, границы закрыты. Заражено более 600 человек. 37 умерли. Каждый раз нам приходится заказывать мешки для трупов в министерстве. А теперь там утверждают, что есть лишь 100 мешков. Как нам работать, когда в больницах лежат умершие от инфекции? Кроме того, нас не проверяют на коронавирус. Что, если мы больны, но симптомов нет? В США остаются лидерами по числу заболевших. В Штатах более 800 тысяч случаев заражения. Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний утверждает, следующий эпидемиологический сезон в Америке может оказаться сложнее пандемии коронавируса. COVID-19 будет в США и осенью. Коронавирус наложится на сезонный грипп. Это станет новым испытанием для системы здравоохранения. Чтобы подбодрить соседей, в непростое время американки колесят по улицам Нового Орлеана и развлекают местных жителей игрой на скрипке. В городе закрыли все магазины. Собрания граждан запрещены. Работы у девушек стало меньше, они решили ежедневно проводить велоконцерты. Готовность системы здравоохранения в регионах к борьбе с коронавирусом пока даже нельзя назвать удовлетворительной. Вот такое заявление сделал сегодня Михаил Мишустин. Премьер-министр указал на то, что некоторые главы субъектов формально подошли к расчетам по оснащению больниц с оборудованием, а медперсонал средствами защиты. С 17 апреля мы не только довели дополнительно более 32 миллиардов рублей регионам, но и расширили возможности использования этих средств, в том числе на установку специального медицинского оборудования и закупку средств индивидуальной защиты для медиков. В то же время процесс раскассирования доведенных средств идет недопустимо медленно. В ряде регионов кассовое исполнение составляет менее 10%. Необходимо оперативно нарастить темпы. Регионы должны быть максимально готовы оказывать квалифицированную помощь заболевшим. Коллеги, обращаю ваше внимание, что в соответствии с поручением президента, в каждом регионе должны быть сформированы медицинские бригады, которые готовы работать с пациентами с коронавирусом. О ситуации с коронавирусом в том числе сегодня шла речь во время видеоконференции Владимира Путина с главами Воронежской и Свердловской областей. Воронежский губернатор Александр Гусев попросил помочь с проектом строительства областной инфекционной. Больницы президент подключил к решению вопроса Сергея Шойгу и Михаила Мурашко. Во время беседы с губернатором Свердловской области Евгением Куевышевым речь зашла о поддержке ЖКХ. Мы рассчитываем возможность введения на территории пропускной системы как раз на период этих праздников, когда люди будут находиться дома. И мы прорабатываем с теми предприятиями, которые сегодня работают, выплатить авансовые платежи по заработной плате, чтобы на майские праздники люди находились дома с деньгами. У нас прогнозируется снижение процентов поступления платежей за жилищно-коммунальные услуги. Мы посчитали примерно это недополученные доходы для ресурсоснабжающих организаций не менее 4,5 миллиардов рублей. Мы просим вас рассмотреть возможность включить жилищно-коммунальный комплекс в перечень отраслей российской экономики в наибольшей степени пострадавшего. Жилищно-коммунального комплекса. Да, он действительно сильно пострадал. И здесь есть проблемы. Мы в ближайшее время проведем такое развернутое совещание именно по поддержке ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций. Появились симптомы ОРВИ. Придется соблюдать строгий режим домашней изоляции, как больным коронавирусом. Вот такое правило теперь действует в Москве и Подмосковье. Причем на изоляцию отправится не только сам человек с симптомами ОРВИ, но и все, кто с ним проживает. Все будет строго. Власти обещают контролировать местонахождение. Заболевшему можно будет выходить только в медучреждение. А тем, кто с ним проживает в одной квартире, только в магазин, в аптеку или погулять с собакой. Обоснованы были такие строгие меры. У коронавируса схожие симптомы с гриппом. Тут и правда можно перепутать. Есть, правда, специфические симптомы COVID-19. Это задрудненное дыхание, потеря, обоняние и способность различать вкус. В остальном же все очень похоже на грипп. Высокая температура, слабость, сухой кашель. У ОРВИ совсем другие симптомы. Насморк, чихание, боль в горле. Оправданы ли меры, которые введены в Москве и в Подмосковье? Вот об этом мы спросили эксперты. На мой взгляд, вообще вся эта идея изоляции, разделения и так далее, она бессмысленна. Потому что начнем с того, что 60-70% тех, кто имеет коронавирус, у них вообще никаких проявлений клинических нет. Никаких. Это уже сейчас абсолютно доказано. Связано это, то есть доказано это с помощью обследования людей, которые контактировали с больными. И наблюдение в течение нескольких недель показывает, что они так ничем и не заболевают. Поэтому приписывать сюда людей с соплями, это совершенно какой-то нонсенс. В медицине таких вещей не делают. В медицине, тем более в медицине, связанной с микробами, с вирусами, с возбудителями, там все-таки стараются докопаться до истины. Кто же является возбудителем данного заболевания у данного человека? Выходит, что за нарушение строгого карантина больных ОРВИ будут штрафовать и фиксировать все это на камеру. Ну да, пациент должен подписать добровольное согласие о соблюдении правил лечения на дому и передать свою фотографию, чтобы ее внесли в базу интеллектуальной системы распознавания лиц. Об этом рассказал глава комиссии по безопасности Мосгордумы Кирилл Щитов. Непонятно только вот что. В Москве были случаи, когда пациент с коронавирусом пренебрегал правилами. В этом случае схема была следующая. Человеку выписывали штраф и отправляли в инфекционную больницу лечиться уже под присмотром врачей. Ну а что будут делать с больными ОРВИ? Не приведут ли такие жесткие меры к тому, что люди начнут скрывать симптомы, переносить болезнь на ногах и к врачу обращаться только в крайних случаях? Тем более, что для россиян это дело привычное. По данным оперативного штаба по коронавирусу, две трети умерших от COVID-19 на ранней стадии за медпомощью не обращались. Продолжим обсуждать эту тему с нашим коллегой Сергеем Красновым. Он сейчас работает в студии радиостанции «Серебряный дождь» в программе «Вечерний РБК» и прямо сейчас выходит с нами на прямую связь. «Вечерний РБК» Вечерний РБК «Вечерний РБК» Вот что пишут наши слушатели. Например, одно из похожих сообщений. «Все равно врач не сможет мне помочь вылечить ОРВИ ничем, кроме стандартного совета отлежаться и побольше пить жидкости и следить за своим состоянием. А если состояние сильно ухудшится, я и без совета врача буду, конечно же, вызывать скорую». Также у людей огромное количество вопросов по поводу размеров штрафов. Хотя мы обсудили с нашим сегодняшним спикером и гостем прямого эфира, адвокатом Юлием Равинским, откуда берутся такие цифры, почему такие большие штрафы. На что он ответил, что штраф не должен превращаться в тариф. Если он будет 100 рублей, на него никто не будет обращать внимания. С одной стороны, логично, но с другой, нам пишут наши слушатели, я на пенсии, пенсия едва дотягивает до 20 тысяч рублей, штраф 15? Хороший вопрос. Ну и также у аудитории «Серебряного дождя» вопрос. А если вдруг я, не дай бог, от аллергии чихнула в присутствии полицейского на улице, хотя у меня все в порядке с документами, он врач, чтобы мне поставить диагноз? Хотя наш адвокат сделал предположение, что теоретически полицейский может задержать и предложить пройти в отделении, если у него будут на то такие полномочия, а сделать он это, как выясняется, может. Давай послушаем телефонный звонок. 730-101, код Москвы-495. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас очень внимательно. Расскажите, пожалуйста, как вы относитесь вот к таким мерам, и если вдруг, не дай бог, почувствуете себя не очень хорошо, будете ли обращаться в медицинское учреждение, вернее, вызывать врача на дом? Да, тут, ну, значит, такой нюанс. Я сам к себе врач. Работаю в одном из стационаров в Горномосле, который, собственно говоря, связан с лечением пациентов с ковидом. Так вот, зная, как течет это заболевание и какие бывают у определенной доли пациентов осложнений, я, конечно, все-таки обращаюсь за медицинской помощью, с одной стороны. Но, с другой стороны, по поводу аллергии. Тут два принципиальных момента. Кто и на основании чего может поставить диагноз? В Российской Федерации диагноз ставят только врач. Ни гражданин, ни инспектор, ни товарищ полицейский, которые не обладают специальными знаниями, диагноз не могут вам поставить. И сказать, что у вас ОРВИ или аллергия. Дифференциальная диагностика должна будет проводиться на основании, опять же, объективных методовых исследований. Поэтому, на мой взгляд, вот это вот пройдемчевое деление, оно несколько преувеличено. Диагноз только врач. Остальное все домыслы, не имеющие под себе никакого основания. И все-таки, заключая, чтобы вы как-то не расслаблялись, моя просьба ко всем, если нет необходимости выходить на улицу, не выходите. Задача не в том, чтобы вы с ОРВИ там не завалили, в том, чтобы не разносили инфекцию. Чтобы как можно меньше было новых зараженных пациентов. Чтобы медицинские учреждения справлялись с тем потоком, который уже есть сейчас. Сейчас мы справляемся, у нас есть резервы, но кто его знает, что будет завтра. Спасибо вам большое за это напоминание и за развернутый ответ. Вот такие слушатели есть у Серебряного Дождя. И, Лина, еще раз напоминаем, оставайтесь дома по возможности максимально большее количество времени. И без лишней надобности лучше, конечно, свои дома не покидать. Вот сейчас представитель медицинской профессии нам достаточно четко в очередной раз все объяснила. Лина, о чем вы можете с нами поделиться? Я предлагаю мнение еще одного медика послушать. Вот как врачи оценивают ограничительные меры? Мы спросили терапевта Надежду Чернышеву. Не всегда коронавирусная инфекция стопроцентно отличается по симптомам от других вирусных заболеваний. И врач может не расценить, что это коронавирус, поставить такой диагноз. И даже если выполнен тест, он может в какой-то момент быть ложноотрицательным. И мы получаем человек с коронавирусной инфекцией, который выходит из дома и распространяет эту инфекцию. Кроме того, как власти Москвы узнают о том, что человек болеет вирусной инфекции? Конечно, этот человек вызвал врача. Значит, он болен достаточно серьезно. Но раз он так болен, нужно сидеть дома. Собственно, ничего нового нет. Всегда врачи советуют, если у вас простуда, если у вас вирусная инфекция, если вы кашляете, у вас температура, насморк, сидите дома. Не надо ходить по улице. И, наконец, такой еще аспект, предположим, у человека действительно ДН, вирус РИН, вирус Пневмон, вирус любой из этой группы. И он больной, вышел на улицу и на него покашлял человек с коронавирусом. Соответственно, шансы заболеть у изначально человека с ослабленным иммунитетом гораздо выше и исход гораздо менее благоприятный. В общем, да, сидите дома. Спасибо за это включение. Сергей Краснов в программе «Вечерняя РБК» на радио «Серебряный дождь» по будням с 6 часов вечера. Теперь и на сайте РБК. И в программе «Что это значит?» обсуждаем самую актуальную тему дня. Сергей Собянин предлагает ввести цифровые пропуска во всех регионах. По мнению мэра столицы, эта мера может оптимизировать борьбу с распространением коронавируса и контролировать перемещение граждан. С сегодняшнего дня в столице проверка цифровых пропусков происходит в автоматическом режиме. Таких пробок на въездах в Москву и очередей в метро, как в первые дни ввода пропусков, больше не будет, обещают столичные власти. Не лишним будет вспомнить, что происходило на прошлой неделе в Москве после ввода пропускного режима. В час пик в метро пропуска у людей полицейские проверяли вручную. Появились огромные очереди на каждой станции. На въездах в Москву ситуация была не лучше. Пропуска автомобилистов проверяли вручную уже сотрудники ГИБДД. Люди стояли в пробках часами и некоторые бросали машины и по обочинам шли до ближайшей станции метро. Как изменилась ситуация после введения автоматического контроля пропусков, наша коллега Екатерина Столярова спустилась в подземку. Могу сказать точно, что система строгая. Метрополитен очень усилил контроль за пассажирами. Теперь пройти в метро, проехать можно только, если у вас карта тройка или социальная карта были заранее, за 5 часов до поездки, привязаны к электронному пропуску. И я сейчас на своем примере покажу, как это работает. Вот, допустим, у меня есть две карты тройка, на обеих из них есть деньги, но одна была привязана, другая нет. И я вот показываю. Вот это не привязано. Прикладываем. Запрет прохода. То есть она просто даже не пропускает. Та, которая привязана. Оп, все работает, зеленый свет. Но я здесь останусь. Да, вот такое волшебство. Метрополитен об этом, конечно, пассажиров предупреждал заранее. Информация крутилась и в вагонах, и через СМИ. И давайте послушаем, как люди подготовились. На сегодняшний день уже более чем 1,7 миллионов пассажиров привязали свои транспортные карты к электронному пропуску. Это можно сделать на сайте mos.ru. И нужно сделать это не позднее, чем за 5 часов до начала предполагаемой поездки. Мы просим наших пассажиров внимательно и аккуратно отнестись к этой информации. Если ваша транспортная карта не привязана к электронному пропуску, то пассажир не сможет пройти через турникетную линейку. Сейчас, конечно, в метрополитене очень немного людей. Но вот все, кто был сегодня с утра, проходили без инцидентов, совершенно спокойно. Одного только человека при нас развернули. Остальные все были готовы. То есть все заранее все сделали. И все, знаете, относятся с пониманием. То есть говорят, да, все правильно, контроль нужен. Отношусь положительно. Это хороший контроль. Привязала через смс. Утром сегодня проверила. Вчера проверила и сегодня. Должен работать. Галочка была. Ну вот в пресс-службе метрополитена, конечно, настоятельно рекомендуют заранее, с вечера проверять свои карты. На портале mos.ru это можно сделать. Проверить, привязана вот та или иная тройка вот по этому номеру к вашему электронному пропуску или нет. И если да, то тогда уже вы можете спокойно ехать. Чтобы воспользоваться метро, карта тройка должна быть привязана к цифровому пропуску. А чтобы выехать на личном автомобиле, его номера также нужно синхронизировать с пропуском. Контролирует режим камеры фото и видеофиксации. Проверить пропуск может и сотрудник ГИБДД. Сегодня утром больше пяти с половиной тысяч автомобилистов нарушили режим самоизоляции и выехали в город без пропуска. Выясняется, не было ли среди нарушителей больных коронавирусом. Об этом сообщил глава Дептранса столицы Максим Лексут. Правда, не уточняется, как обнаружили этих нарушителей силами сотрудников ГИБДД или с помощью камер видеофиксации. Также пока неизвестно, как будут штрафовать автовладельцев. С каждой камеры или только с одной раз в сутки. Накануне первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немирюк заявлял, что коллеги еще обсуждают этот вопрос. Размеры штрафов тоже до сих пор остаются темой для дискуссии. Все дело в том, что есть федеральный кодекс об административных правонарушениях, а есть региональный. Федеральному сумму штрафа за нарушение режима самоизоляции 15 тысяч рублей, а, к примеру, в московском КОАПе 5 тысяч. Пришлось Верховному суду давать разъяснение. Нарушающий режим самоизоляции должны быть оштрафованы по федеральному, а не по региональному законодательству. Но и все равно споры не утихли. Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков уверен, что в столице надо руководствоваться региональной нормой. И такое соглашение заключили МБД и правительство Москвы. Как все это будет работать на практике и как защитить себя от необоснованных штрафов и еще и от слежки? Обсудим сейчас это. К нашему эфиру присоединяется адвокат Бюро АПРО Юлий Равинский. Юлий, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, я начну с замечательной историей. Я сегодня ее прочитал. Трое москвичей пожаловались на полицейских. Их задержали за нарушение режима самоизоляции. Повезли в отделение в машине, где еще пять человек было. И в этом отделении они сидели в небольшой комнате еще с тремя какими-то подвыпившими людьми. Да, вот самоизоляция, бессмысленная, беспощадная, все как мы любим. Ну ладно, давайте к новым правилам перейдем. Все москвичи с ОРВИ должны сидеть дома, нарушителей будут отслеживать по геолокации. Вот первое, если у меня ОРВИ, я лечусь сама, да? Как об этом узнают, чтобы меня начать отслеживать или никак? Или это касается только тех, кто к врачу обратился? Ну, разумеется, если вы лечитесь дома и никому об этом не говорите, то вряд ли как-то по камерам или там сотрудники полиции могут оценить по внешним признакам наличие симптомов ОРВИ, тем более поставить диагноз. Это, конечно, маловероятно. Я думаю, что это будет работать только в том случае, если больной обращается либо к врачу, либо взывает в скорую помощь, и уже врач ставит соответствующий диагноз. И на основании этого уже к больному могут применяться какие-то дальнейшие санкции за нарушение специального нового режима самоизоляции для лиц, у которых выявлены симптомы ОРВИ. Хорошо, дальше тогда идем. В Мосгордуме говорят, что больные ОРВИ будут подписывать согласие о готовности лечиться на дому и передавать фото в систему распознавания лиц. Скажите, пожалуйста, я обязана передавать фото и подписывать это согласие? Ну, я думаю, что технология, то есть, действительно, я тоже об этом слышал, я думаю, что технология пока до конца не установлена. Формально в целях безопасности системы городского видеонаблюдения могут собирать персональные данные, в том числе отслеживать перемещение лиц. Вопрос о том, обязаны ли вы подписывать соглашение и обязаны ли вы предоставлять свою фотографию, он для меня открыт. Я думаю, что, наверное, сложно такую обязанность установить именно вот что-то там, подписать какое-то соглашение. Я думаю, что пока это просто обсуждаемые варианты того, как это будет работать. Возможно, по итогу придут к каким-то другим решениям, которые уже не будут зависеть от воли изъявления лица. Да, ты от согласия или не от согласия человека? Просто некоторые юристы еще ведь, они считают, что отслеживать геолокацию людей просто с простудой, без коронавируса, это, в общем-то, нарушение прав, потому что ни режим ЧАЭС, ни комендантский час у нас официально не введен, а это нарушение моего права на передвижение. Это так? Вы знаете, я сложно брать на себя ответственность, поскольку мнений может быть много. Я думаю, что в любом случае передвижение всех граждан, они так или иначе отслеживаются через систему видеонаблюдения. Это делается в целях соблюдения правопорядка, в целях фиксации возможных правонарушений, поэтому так или иначе эта система уже работает. Если в отношении конкретного человека будет вынесено предписание санитарного врача или какой-то там иной норматив, который будет обязывать его соблюдать режим самоизоляции, если такой человек нарушает режим самоизоляции и камера это фиксирует, наверное, в целях безопасности и с учетом нашей текущей ситуации, она действительно беспрецедентная, но тем не менее я бы не стал утверждать, что это 100% незаконно, я бы не стал ставить точку в этом вопросе. Юлия, я вас понимаю и я еще хочу отдельно подчеркнуть, что мы ни в коем случае не призываем нарушать режим самоизоляции, не слушать предписания мэрии, не слушать предписания врачей. Безусловно, заболели, сидите дома, лечитесь, не рискуйте ни своим, ни чужим здоровьем. Но тут же еще важный момент безопасности моих персональных данных. Я подписываю соглашение, я передаю свою фотографию, за мной начинают следить, и никто мне, насколько я понимаю, не гарантирует безопасность хранения вот этих моих данных и того, что их, например, потом уничтожат, когда я выздоровлю или когда вот этот режим сниму. Безопасность персональных данных должен гарантировать их оператор, то есть в целях соблюдения общественного правопорядка он вправе, есть общие нормы, которые позволяют в целях безопасности ему эти данные собирать и, естественно, дальше их куда-то передавать, распространять оператор не имеет права. Вот, поэтому... Ну, де-юре так, да, де-юре так. Де-факто мы знаем, что бывают разные исключения. Давайте еще очень коротко по автомобилистам. Все-таки вы понимаете право применения? Те, кто ездит без пропуска на личном автомобиле, будут с каждой камеры штрафовать? Вот по 10 камер он попал за день? Или все-таки там раз в день? Есть ясность какая-то? Ясность в этом вопросе, конечно, нет. И она появится только с появлением соответствующей практики. Мы пока можем только прогнозировать. Я думаю, что поскольку нарушение происходит один раз, то есть лицо без пропуска покидает место своего пребывания, и до того, пока он туда не вернулся, на мой взгляд, он совершает одно право нарушения, которое длится на протяжении долгого времени. Поэтому администрация... Ну да, многократным нарушением это сложно считать. Юля, спасибо вам большое. Ждем, конечно, каких-то еще дополнительных официальных разъяснений от властей, потому что у юристов и у простых граждан пока еще очень много вопросов. Юлий Равинский, адвокат бюро АПРО, был с нами на прямой связи. Триумфальное шествие безналичной оплаты, которое началось задолго до коронавируса, с началом эпидемии ускорилось многократно. По данным сервиса Cloud Tips, опород цифровых чаевых курьером и сборщиком заказов в службах доставки за почти месяц самоизоляции вырос в 9 раз. Этот сервис в октябре 2019 запустила компанию Cloud Payments. По ее подсчетам, средний чек таких чаевых только за первую половину апреля вырос со 120 до 170 рублей. С новыми технологиями принимать безналичные чаевые стало еще быстрее и удобнее. Курьер, например, может сгенерировать свой личный QR-код и разместить его где угодно, на визитке, на одежде и так далее. Аналогичные тенденции наблюдаются и в других сервисах. Например, в приложении сервиса доставки еды Delivery Club функцию с чаевыми для курьеров ввели в начале марта. А в апреле заявили, что удвоят вознаграждение для курьеров. Доля заказов с чаевыми подскочила до 60%. Таким образом, пользователи только этого сервиса в неделю оставляют курьерам на чай по миллиону рублей. Чуть-чуть поподробнее про это. Чаевые для курьеров в службах доставок действительно становятся одновременно и более распространенными, и более щедрыми. Ну вот за первую неделю апреля, она же первая полная неделя на самоизоляции, 75% всех чаевых приходились на суммы до 50 рублей, 20% до 100 рублей, и 5% клиентов оставляли больше 100 рублей чаевых. До введения ограничений с 23 по 30 марта, в последнюю неделю марта, эти доли были другими, 81-17,2% соответствия. Курьеры говорят, что раньше они обычно получали чаевые только в плохую погоду, или за самые крупные заказы, или когда приходилось ждать клиента у дома. А сейчас и без таких отягчающих обстоятельств чаевые оставляют все чаще. Я думаю, люди понимают, какая это непростая работа, и с какими рисками она сопряжена сейчас. Отсюда это выросшая эмпатия, благодарность, которая выражается в более щедром вознаграждении, чем в нормальных условиях. Но жертвуют не только курьером. Культура чаевых, которая в России еще недавно уверенно распространялась разве что на официантов в офлайновых ресторанах, и с натяжкой на водителей такси, теперь, кажется, зашагала в ногу с остальным миром. Где чаевые, они же пожертвования, они же донаты, берут те, кто раньше вместо них брал деньги за входные билеты. По данным все того же CloudTips, средний размер онлайн-переводов к музыкантам, которые стримят сейчас выступления свои, составляет 707 рублей, чаще всего встречает сумма в тысячу, а самый крупный зарегистрированный донат 10 тысяч за трансляцию концерта Гоши Куценко. Не остаются в стороне и другие сферы культуры. Кнопки сбора пожертвований ставят, к примеру, на сайтах музеи, которые вскоре после закрытия начали выкладывать виртуальные экскурсии по своим зданиям и обучающие курсы. Музей имени Пушкина или Третьяков, к примеру, которая за время пандемии только увеличила охват людей, приобщившихся к прекрасным. Увеличилось количество пожертвований, массовых пожертвований от простых граждан, от наших посетителей, которые они делают через онлайн-форму, которую можно найти на нашем сайте в разделе «Поддержать музей». Если говорить о новых тенденциях, то это спрос на интеграцию со стороны коммерческих компаний, запрос на наш онлайн-контент. Аудитория онлайн-ресурсов Третьяковской галереи за время пандемии выросла в несколько раз. Например, аудитория нашего YouTube-канала в два раза больше, чем аудитория любого ведущего российского музея. Также мы видим постоянный рост наших подписчиков в социальных сетях. Это Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте в первую очередь. А также видим достаточно высокий интерес ко всем нашим онлайн-активностям. Это и лекции, и экскурсии, и другие материалы, связанные с работой Третьяковской галереи. Играть нельзя ждать. В Европе анонсируют возобновление футбольных чемпионатов. Безопасно ли это? И что у нас? Сколько теряет спортивная индустрия во время карантина? Об этом совсем скоро, сразу после короткой рекламы и главных новостей с Антоном Гладышевым. Антон, о чем расскажешь? Ураган в Москве, поваленные деревья и не только. Производство аппаратов ИВЛ в апреле выросло в 8 раз. И полицейские смогут устанавливать отцепление во дворах и обыскивать любого прохожего. Вот об этом и не только сразу после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова